Добрый вечер, в эфире Вести Карачао-Черкесия в студии Ярослав Щекланов. Более 220 тысяч жителей Карачао-Черкесии привились от коронавируса. Это составляет 76% от плана иммунизации. Медицинские учреждения постепенно возвращаются к привычному графику работы. Как сообщалось ранее, Черкесская городская клиническая больница вернулась к штатному режиму с сохранением 20 ковидных коек. Подробнее об этом в Вестям сегодня рассказала заместитель министра здравоохранения Карачао-Черкесии Тамара Кипкеева. В Карачао-Черкесской республике заболеваемость по новой коронавирусной инфекции пошла на значительный спад. В среднем за неделю у нас регистрируется не более 7 случаев заболевания. Это в целом по республике. Из них на стационарные лечения в сутки может попасть максимум один пациент. И в течение последней недели мы отмечаем, что в целом за неделю у нас поступило 4 человека. В связи с тем, что отмечается снижение заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, у нас, соответственно, прошли и преобразования в сети дополнительных инфекционных госпиталей, которые мы разворачивали в период подъема заболеваемости. В самый пиковый период заболеваемости у нас функционировало 7 госпиталей с общим коечным фондом 1280 коек. На сегодняшний день, как таково, госпиталь у нас уже не функционирует. Мы оставили только 20 коек для лечения больных, которые нуждаются в стационарном лечении, как для взрослого, так и детского населения. Вести из оперштаба. Сегодня в Карачао-Черкесии выявлено 7 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших в республике составило 45 960 человек. Из них 44 753 выздоровели, 17 человек госпитализированы. Министр цифрового развития Карачао-Черкесии Валерий Медовой примет участие в суперфинале конкурса «Лидеры России». Суперфинал пройдет с 26 по 29 мая в гостином дворе в Москве. Всего 300 суперфиналистов. Они получат образовательный грант в размере 1 миллиона рублей, а в случае победы в суперфинале также возможность поработать с выдающимися управленцами страны. В Карачао-Черкесии проходит образовательная мастерская национального гостеприимства. 10 лучших команд страны съехались, чтобы поделиться положительным опытом межнациональной дружбы. На презентации проектов побывала наша съемочная группа. Подробности у Мурата Джанкезова. Организаторами мастерской национального гостеприимства является Молодежная ассамблея народов России «Мы россияне» при поддержке Министерства культуры Карачаева-Черкесии, Президентского фонда культурных инициатив и Федерального агентства по делам молодежи. Ассамблея существует больше 20 лет, объединяя юношей и девушек разных национальностей на территории всей страны. «Мы приехали в республику Карачаева-Черкесия для того, чтобы провести здесь мастерскую национального гостеприимства. Мастерская национального гостеприимства проходит в рамках проекта, поддержанного президентским фондом культурных инициатив. И эта мастерская объединяет лучшие проекты, лучшие команды со всей страны». Более 30 человек из Томска, Омска, Казани, Москвы и других регионов представят свои проектные сценарии, основанные на исследованиях традиций гостеприимства. «Наш проект называется «Гастрономический навигатор». Мы создали приложение, которое позволяет заказывать пищу, и при этом есть доступность в приложении получить рецепт этого блюда и позволит разным категориям граждан знакомиться с культурой и с кулинарными изысками представителей регионов России». Для проведения мастерской гостеприимства Карачаева-Черкесия выбрана не случайно. Наша республика является одним из наиболее многонациональных регионов страны, обладающая многовековым положительным опытом межнациональной дружбы. «Кроме главного организатора, ни один из 20 участников в Карачаево-Черкесии раньше никогда не был. То есть мы смогли привезти сюда людей, которые увидят наш край, узнают нашу культуру, изучат наши традиции гостеприимства, их сложат тоже в свою копилочку. И такие проекты позволяют обмениваться опытом, каждый регион делает сильнее, ближе друг к другу, обмениваться и культурным, и молодежным, и проектным опытом. И, конечно, для нас это очень важно, потому что мы через такие, казалось бы, маленькие проекты, но их много, вот так связываем страну, ну и продвигаем культуру нашего любимого региона». За четыре дня участники вместе с федеральными экспертами, этнографами и представителями сферы гостеприимства доработают свои проекты, научатся взаимодействовать с партнерами и находить ресурсы для их реализации. Мурат Шенкёзова, Алибастанов, Вести Карачаева, Черкесия. Сейчас время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. Ветер южный 4,9 метра в секунду. Температура ночью 4,9, в горах минус 1, плюс 4, а днём 19,24, выше нуля, местами 11,16 со знаком плюс. В Черкесске без существенных осадков ветер южный 4,9 метра в секунду. Температура ночью 7,9, а днём 21,23 градусов тепла. Экономьте с умом! Качественные окна по низким ценам. Скидка 47%. Замер бесплатно. Оконный комбинат. 8,938,333,90,00. Продолжаем выпуск. Сегодня волонтёры Центра образования номер 11 Черкеска провели акцию «Мы за ЗОЖ», направленную на пропаганду здорового образа жизни и профилактику законопослушного поведения. Цель акции – привлечь как можно больше подростков к этой теме. Ребята вышли на улицу города и провели профилактические беседы среди населения с распространением информационных материалов, буклетов и памяток по профилактике употребления алкоголя, наркотиков, табакокурения. Учащиеся делились знаниями о том, как важно быть здоровым и что для этого нужно делать. Интересовались у населения, как они относятся к этой теме, о том, насколько серьёзно они придерживаются принципа правильного питания, о пользе регулярных физических нагрузок, чтобы оставаться всегда умным, здоровым и энергичным. Большинство прохожих, конечно, стесняются, но стараются отвечать честно. Конечно же, результаты опроса хотелось бы, чтобы были намного лучше, но всё равно надеюсь, что в будущем это исправится и будет более большое количество положительных ответов. Какие вопросы Вы задаёте прохожим? Что такое образ жизни? Что в их понимании самый здоровый образ жизни? Что они едят на завтрак? Что они считают полезным есть на завтрак? Делают ли они зарядку по утрам и придерживаются ли спортивного образа жизни? Сама ты делаешь зарядку по утрам? Да, стараюсь, если успеваю, конечно, но в большинстве случаев – да. Увлекательное путешествие. Под таким названием в КЧГУ имени Умара Алиева на базе Института культуры и искусств открылась фотовыставка выпускницы университета Саиды Евтых. Посвящена она 55-летию института и юбилея автора. Работы фотохудожника представлены на многих всероссийских и зарубежных выставках художественной фотографии. Подробнее о творчестве фотографа расскажет наш корреспондент Альхан Лепшоков. Ее фотографии создавались в различных уголках мира. На них запечатлены моменты жизни людей и различные уголки красивой природы. Саиды Евтых является доцентом кафедры изобразительного искусства и дизайна Адгейского государственного университета. Ее работы были представлены в финале всероссийских и международных выставок художественной фотографии. Саиды Евтых с открытием выставки поздравили преподаватели Института культуры и искусств, ценители ее творчества. Данная выставка совершенно не случайно называется юбилейной. В этом году совпадает несколько знаковых и очень ярких, красивых дат. Начнем с самого юного. Это наш факультет. Ему в этом году 55 лет. И именно наш факультет всей душой, я так думаю, любит Саида, поскольку именно сотрудничество с нами, это вот просто красной такой ниточкой проходит через все наше общение. Важно отметить, что произведение Евтых высоко оценили и за рубежом. Она была отмечена многими наградами, в том числе от Союза фотохудожников Болгарии и Фотографического общества Америки, Министерства культуры Адыгеи. Преподаватели Института культуры и искусств Качагу говорили о высоком мастерстве Саиды Евтых и ее художественном восприятии мира. В ваших работах, если тепло, значит это теплая фотография. Если это строгость какая-то, то графические изображения, графический подход, они навевают именно тот дух, который вы хотите передать. И во времени, вот как Наталья Сергеевна сказала, вы и назад можете, и вперед заглядывая, как будто фантаст какой-то изображает вот эти вещи. На мероприятии член Творческого союза художников России Саида Евтых была награждена грамотами за участие в различных конкурсах и за вклад в российское художественное искусство. Их торжественно вручил член Союза художников России Руслан Маршанкулов. Сама Евтых отмечает, что выставка в Карачаевске является для нее особенной, так как с Карачаевском ее связывают теплые воспоминания студенческих лет. Мы говорим о том, что насколько значимость, вот эта площадка, которая, это моя самая любимая, то есть можно расплакаться, потому что я, насколько, не знаю, упрашивала, чтобы здесь быть, но не упрашивала, просто заикнулась, так сказать, хочу, потому что для меня это много значит, эти стены. Потому что вот вчера приехали мои сокурсники, вот, Валина Бачаева тоже, в числе их я осталась, говорит, давай я останусь даже на открытии выставки. И все, 18, по-моему, у нас было человек, они отдельно меня поздравляли, нас сюда пропустили, слава богу. Так что вот это было очень приятно. После все собравшиеся окунулись в творческий мир фотохудожника. Каждая работа Саиды Евтых – это передача моментов жизни разных людей и природа разных уголков мира, с которыми может познакомиться каждый желающий. Али Халеб Шоков, Аслан Гирюгов, Вести Карачаева, Черкесия, Карачаевск. В Учкикене прошел открытый турнир по плаванию. Состязаться в мастерстве по преодолению водных дистанций съехали свыше 200 спортсменов из четырех субъектов Северокавказского федерального округа. О соревнованиях и победителях в репортаже Ахмата Халкечева. Это первый из-за постпандемийный период такого масштаба спортивные соревнования в стенах спорткомплекса «Малый Карачай». Идея открытого турнира именно по плаванию принадлежит руководству местной детской и юношеской спортивной школы «Чемпион». Спортивные состязания приурочены трем знаменательным датам – столетию Карачаева-Черкесии, 65-й годовщине возрождения карачаевского народа и окончанию священного поста мусульман Ураза Байрам. Уровень очень хороший. Есть дети, которые в своей возрастной категории занимают первые места в России в рейтинге. Вот Пятигорская команда, там Ставропольский край. Есть дети, которые занимают реально первые, в рейтинге первые номера. Соревнования очень хорошие. То есть обмен опытом хороший был состояться? В открытом турнире участвовали лучшие пловцы нашей республики Северной Осетии, Ингушетии и Ставропольского края. У них была самая представительная делегация. За золото соревнований приехали борутся воспитанники трех детской и юношесы спортивных школ Пятигорска, также и Сентукской школы Олимпийского резерва и пловцы из Кисловодска. Однако, несмотря на крайне высокий уровень конкуренции, спортсмены Карачаевой-Черкесии настроены исключительно на победу. Софья Семенова приехала из Черкеска. Она точно знает, что необходимо для того, чтобы показать отличные результаты. Нужна сила, устойчивость. Техника должна быть определенная. Мои возможности я оцениваю достаточно хорошо. Первые медали высшей пробы не заставили себя долго ждать. В числе первых отличившихся Карима Тамбеева. Для юной пловчихи, как она сама признается, эта победа, тем более в родных стенах, далась не особо тяжело. Спортсменка и ранее выступала на различных соревнованиях окружного и всероссийского уровня. Соревнования мне очень понравились. В 100 комплекс я плыла. Что тебе помогло, на твоих взгляд, раздобыть эту победу? Спорные тренировки. Как без этого? То есть, получается, секрет руководных тренировок все-таки? Ну, не только. Ну, и заслуга тренера еще. Виталий Сергеевич Колосов. После подведения итогов работы судейской коллеги призовые места в турнирной таблице распорялись следующим образом. На первом месте по количеству заработанных медалей пловцы из Ставропольского края. На втором спортмены Карачаевой Черкесии. И замыкают тройку лидеров представителей Северной Осетии. Как поведали организаторы, в планах сделать этот турнир традиционным. Акмир Калкечев, Максим Долгов. Вести Карачаева Черкесия. Малокарачаевский район. Это все вести. Прямо сейчас смотрите «Вечер» с Владимиром Соловьевым. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!